Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел поблагодарить организаторов конференции за возможность нашего выступления здесь и солирования вместе с себя в качестве сопредседателя на вашей секции. Тема моего доклада посвящена вентиляции с двухфазным положительным давлением. Безусловно, это очень перспективный и интересный режим. Более подробно я остановлюсь о его возможностях и перспективах при вентиляции на фоне респираторного дистресса синдрома, поскольку это основная тема нашей работы, где мы используем этот режим. Но, тем не менее, перед самим докладом хотелось бы сказать, что только ОРДФ возможности его не исчерпываются. И мы видим, что если брать общие задачи респираторной поддержки при респираторном дистресса синдроме, то они включают в себя и оптимизацию газообмена, и снижение работы дыхания, уменьшение потребления кислорода и предотвращение гетерогенных эффектов вентиляции. То есть предотвращение волюма, бара, био, это электротравма. И как раз использование вентиляции с двухфазным положительным давлением, оно позволяет во многом воплотить эти задачи при грамотном использовании. Безусловно, при остром респираторном дистресса синдроме одна из основных проблем это гипоксимия, которая обусловлена целым рядом факторов, к которым, в частности, будут относиться нарушения вентиляции и перфузии легких. И мы видим, что наряду с нарушением гипоксической легочной вазоконфрикции, важную роль в нарушениях вентиляции, в нарушениях газообмена при ОРДС играет ателлектозирование легочной ткани, и вместе с другими механизмами это будет вести к усилению шунтирования крови и к развитию гипоксимии у таких пациентов, которые затрудняют как вентиляцию на фоне острой фазы этого процесса, так и их вентиляцию уже на фоне отлучения. Если посмотреть на альвеолы пациентов с острым респираторным дистресса синдромом, мы видим, что функционирует по сравнению с нормой лишь незначительная часть из них. И зачастую как раз одна из наших задач, в том числе с помощью современных резюмов вентиляции, это расправить спавшиеся альвеолы и предотвратить один из ведущих пусковых механизмов гипоксимии при ОРДС от эректозирования легочной ткани. В этом плане, безусловно, очень важную роль играет концепция открытых легких, о которой тоже уже сегодня Олег Евгеньевич вспоминал. Концепция предложена Латманом, Марине, Мартином и целым рядом других авторов. Концепция, которая нашла очень много сторонников и в нашей стране, и за рубежом. И мы видим, что как раз использование двухфазного положительного давления, оно как раз отвечает этой концепции. И как раз верхний предел давления позволяет временно повысить давление в дыхательных путях для открытия нестабильных альвеол с последующим его снижением, провести рекрутмент. А нижний уровень давления при вентиляции с двухфазным давлением позволяет сохранить легкое открытым с помощью положительного давления в конце выдоха, которое предотвращает экспираторное закрытие дыхательных путей. Мы видим, что наряду с тем же альвеолярным рекрутмент маневром, который широко используется при ОРДС для устранения от электрозирования, и который обладает достаточно неплохой эффективностью у 50-70% больных с ОРДС, к сожалению, далеко не всегда мы можем добиться адекватного расправления альвеол. Рекрутмент маневр не всегда носит стойкий характер, и в ряде случаев повышение давления в дыхательных путях может приводить к изменениям преднагрузки и к отрицательному воздействию на систему кровообращения. Поэтому вентиляция на фоне более продолжительного высокого давления в дыхательных путях, которая может быть осуществлена с режимами BPAP и APRV, о которых пойдет сегодня речь, она позволяет как раз не только осуществлять аппаратную поддержку, но и сохранять элементы спонтанного дыхания. Поэтому режимы BPAP и режимы AIRV, они широко используются в современной респираторной медицине. Мы видим, что режим BPAP, о котором мы говорили в переводе на русский язык, это вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. И здесь часто мы видим различные синонимы. Самый частый синоним, безусловно, это BPAP, тот, который мы используем как раз на сленге, общаясь друг с другом, перевели этого пациента в BPAP, или в pressure support, как мы часто говорим. Но на некоторых респираторах мы видим, есть своеобразные синонимичные режимы. В частности, на Пуритане режим B-level, или с французским прононсом на тех же таймах dual-level ventilation. Но все это не что иное, как режим BPAP, о котором сегодня и пойдет речь. Режим BPAP используется на подавляющем большинстве современных респираторов не только экспертного класса, но и среднего класса. А вот режим APRV, режим вентиляции с освобождением давления в дыхательных путях, он зачастую сконцентрирован лишь на респираторах экспертного класса и применяется немножко пореже. Поэтому мы поговорим сегодня и о том, и о другом режиме. В чем принципиальная разница между этими режимами? На самом деле они похожи. И режим BPAP, и режим APRV, это действительно режим с двухфазным давлением в дыхательных путях. Но режим BPAP подразумевает классическое соотношение вдоха к выдоху. Один к двум. То есть мы видим аппаратные вдохи, и на аппаратные вдохи накладываются спонтанные вдохи. Режим APRV, это инвертированный BPAP, условно говоря. Это режим, когда соотношение вдоха к выдоху не классическое один к двум, а может быть один к одному, полтора к одному. И даже в некоторых ситуациях доходит 20 к одному, 30 к одному. Об этих ситуациях мы сейчас поговорим. И мы видим, что как раз в режиме APRV преобладает, безусловно, фаза вдоха. И как раз при наложении спонтанных вдохов на фазу вдоха, мы видим, что осуществляется за счет вдоха оксигенация, а за счет короткого относительного выдоха осуществляется элиминация углекислоты. То есть на самом деле и режимы BPAP, и режимы APRV, это элемент такой, так называемой noise ventilation, то есть зашумленной вентиляции. Когда за счет разной амплитуды вдохов и наложения спонтанных вдохов, мы предотвращаем основные побочные эффекты вентиляции. Когда нарушается нормальное функционирование легких, происходит закрытие части альвеол, и как раз сохранение элементов спонтанного вдыхания, оно в этом плане может оказаться очень полезным. И выгодно отличаются эти режимы от классических вентиляций по объему и по давлению. Режим BPAP, я уже говорил, используется на большинстве современных респираторов. И мы видим, что когда мы устанавливаем параметры режима BPAP, то верхнее давление, как правило, ставится для обеспечения дыхательного объема 6-8 мл на килограмм. Стандартный протективный объем для больных с ОРДС. Но важно при этом помнить, что у некоторых пациентов с ОРДС легкие настолько жесткие, что даже в режиме 6-8 мл на килограмм дыхательный объем будет вести к высокому пиковому. То есть в этой ситуации, если пиковое будет превышать 35 см водного столба, то дыхательный объем рекомендуют снизить иногда даже до 4-6 мл на килограмм, чтобы избежать как не только волюма, но и бар отравма. И, наконец, нижнее давление, оно устанавливается, соответственно, на уровне положительного давления в конце выдоха. И мы видим, что, безусловно, у каждого пациента должен быть свой индивидуальный уровень ПДКВ, но в среднем внешнее ПДКВ у большинства больных с ОРДС должно превышать 8-10 см водного столба. И, безусловно, мы должны помнить о необходимости измерять у таких пациентов внутренний компонент ПДКВ. И тогда при сложении внешнего и внутреннего компонентов мы видим, что общее ПДКВ у больных с острым повреждением легких, или как по современной классификации по Берлинской 2012 года, с легким ОРДС, с индексом оксигенации 200-300, должно быть порядка 12 см водного столба от 8 до 12. А вот общее ПДКВ при ОРДС может достигать не только 12-18, но у некоторых пациентов и выше см водного столба. Но, повторюсь, выбор ПДКВ при режиме ГИПАП должен быть индивидуальный. У этих пациентов. Ну и, безусловно, даже если это аппарат неэкспертного класса, и он не может измерять ауто ПДКВ при нажатии кнопочки, входящей в меню специальная процедура, мы можем просто по кривой потока увидеть, что она не возвращается к нолю, и таким образом задуматься, что у этого пациента действительно есть элемент внутреннего ПДКВ. Но желательно все-таки, чтобы ОРДС наибольные, как одна из наиболее тяжелых категорий пациентов, чтобы они все-таки вентилировались на экспертном вентиляторе, который может определять ауто ПДКВ, и может таким образом рассчитать общее величину полосительного давления в конце выдоха, что актуально как раз в том числе и для режима ГИПАП. Ну и, безусловно, как и при использовании других режимов, проводя вентиляцию у больных в режимах с двухфазным полосительным давлением, мы смотрим на кривую, на кривую объем давления, и также, как классически было показано еще достаточно большой период времени назад Макентайром, мы видим на этих кривых точку нижнего перегиба и точку верхнего перегиба, и как раз стараемся устанавливать уровень нижнего давления, уровень ПДКВ, для того, чтобы предотвращать атлетотравму классически на 2-3 см выше точки нижнего перегиба. Но, опять-таки, мы уже сегодня обсуждали, что, к сожалению, более-менее точная, надежная интерпретация этих кривых с выбором, с установкой ПДКВ при том же режиме ГИПАП на 2-3 см выше точки нижнего перегиба, реально действует на фоне мерелаксации. Те из вас, кто наблюдал эти кривые у пациентов с элементами спартанного дыхания, я думаю, что наверняка обращали внимание, что эти кривые меняются с каждым вдохом, и достаточно сложно интерпретировать эти боли, подобрать параметры вентиляции. Но если это больной релаксирован, то действительно эти кривые могут оказаться неплохим подспорьем для выбора оптимального ПДКВ, индивидуального, для механики дыхания этого конкретного пациента. Ну и, безусловно, на аппаратах экспертного класса, как мы уже только что в комментариях обсуждали, есть возможность анализировать комплайнс. Чем более это хороший продвинутый аппарат, тем, как правило, более надежное измерение. Я думаю, что даже на том же Пуритане 760, который в изобилии находится во многих наших больницах, многие из вас, нажимая кнопочку «Inspiratory Hold», «Expiratory Hold» пытались измерять тоже, например, комплайнс, но далеко не всегда это возможно, далеко не всегда эти измерения, они надежны. На аппаратах экспертного класса, как правило, качество измерения этих параметров, оно все-таки лучше. Ну и, безусловно, проводя вентиляцию в режиме с двухфазным положительным давлением, в режиме BPAP, мы должны помнить, что, особенно когда у нас есть проблемы с интерпретацией кривой, когда у больного есть элементы спонтанного дыхания, наверное, мы можем использовать общую концепцию подбора ПТКВ, так же, как и при ОРДС, используя различные параметры и сатурацию, и газы крови, и комплайнс, и аэрацию легких. И при выборе оптимального нижнего давления, оптимального ПТКВ вентиляции с системой BPAP, мы видим, что в раннюю фазу ОРДС, при неправильном ОРДС, как раз наиболее эффективен убывающий вариант. И здесь достаточно неплохо тот же режим BPAP, он работает вместе с рекрутментом. То есть, если мы проводим рекрутмент по шаговым методам, либо 40 на 40, либо каким-то другим методом, после этого можно поставить ПТКВ-20 и поставить давление пиковое, верхнее давление в дыхательных путях, такое, чтобы оно обеспечило 6-8 мл на килограмм массы тела дыхательного объема. А затем постепенно снижаем 20, 18, 16, и с каждым снижением в течение 2-3 минут наблюдаем за сатурацией, за механикой дыхания, за комплайнсом. И как только сатурация начинает снижаться, мы видим, что это та точка, где начинается экспираторное закрытие дыхательных путей, значит, мы снова проводим рекрутмент и устанавливаем, если начало снижаться на ПТКВ-12, устанавливаем 14 ПТКВ и вентилируем дальше пациента вот с таким пределом нижнего давления в режиме BPAP. То есть, здесь принципы во многом подбора нижнего давления у больных с ОРДС при режиме BPAP, они созвучны с подбором ПТКВ и с вентиляцией контролируемого подавления. Если это пациент с уже поздним ОРДС, начиная с 6-7 суток, в так называемую фибропролиферативную стадию ОРДС, если это пациент на инотропной поддержке, при нестабильной гемодинамике, при прямом ОРДС на фоне, например, тяжелой пневмонии, негомогенное повреждение легких, здесь большинство авторов все-таки рекомендуют более постепенный подъем ПТКВ-8, 7, 10, 12 и с каждым подъемом, с каждым ступенческим повышением ПТКВ, с каждым шагом мы смотрим на, опять-таки, сатурацию, смотрим на комплайнс, смотрим в идеале на газы крови, хотя в рутинной практике мы чаще всего все используем плюсоксиметрию, наверное, в этом плане, если у больного хорошая перфузия пальца. И здесь мы также можем подобрать тот предел сатурации, за которым дальнейшее повышение ПТКВ уже не ведет к улучшению оксигенации, не ведет к улучшению механики дыхания, и таким образом инцелировать пациента вот уже с этим нижним пределом давления в режиме БИПАП. Безусловно, повышая ПТКВ у таких пациентов, делая в режиме БИПАП более высокий предел нижнего давления, то есть ПТКВ, мы позволяем значимо улучшить аэрацию легких, не только улучшить газообмен. Но мы должны не забывать, что при использовании режима того же БИПАП, мы должны помнить, что он наиболее эффективен как раз на ранних стадиях ОРДС вместе с рекрутментом. И здесь при проведении вентиляции в режиме БИПАП, мы должны помнить, что тоже этот режим может использоваться не только у больных с ОРДС, например, он может быть использован у больных с гипоксимейтом после кардиохирургических вмешательств, после других оперативных вмешательств. И мы видим, что при использовании БИПАП и других режимов, если мы используем уровень ПТКВ 5, 10, 15 см водного столба, у больных с интактными легкими, то мы не ведем к улучшению аэрации. Аэрация легких, как показано по данным относительно нового метода мониторинга, эпиденция томографии, она остается прежней. А вот у больных с ОРДС повышение ПТКВ, оно значимо улучшает аэрацию. Фактически, здесь очень наглядно показано, с 5 до 15 см рация стала сразу лучше. В принципе, у нас был также опыт работы с электропятнадцатой томографией, с пульмовистой. Также позволю согласиться с этими авторами, что действительно методика очень хороша и может быть использована в том числе и при подборе оптимальных цифр ПТКВ и в режиме БИПАП. Ну и безусловно, повышая положительное давление в конце выдоха, мы улучшаем не только оксигенацию и аэрацию, но мы и предотвращаем многие гидрогенные эффекты вентиляции, как показано также в многочисленных исследованиях, включая работы одного из классиков в области рекрутанта Плучиана Гаттинони. И, наверное, все, фактически, большей части аудитории видели этот слайд, видели эту картинку, очень старое исследование 1974 года, которое как раз показывает важность как высокого, так и низкого давления в дыхательных путях при двухфазной вентиляции. Мы видим, как разимое отличается состояние легких, нулевое ПТКВ и низкое пиковое легкое полуспавшееся. Мы видим ПКВ-45 и ПТКВ-10, и видим тоже ПКВ-45, но ПТКВ-0, и как выражен геморрогический отек на этом крысином легком, и то же самое возникает и с легкими у наших пациентов, если мы не поставим им ПТКВ в режиме вентиляции контрольного подавления либо в режиме БИПАП на фоне ОРДС. Я уже говорил, что зачастую мы используем режим БИПАП в сочетании с рекрутментом, но рекрутмент, к сожалению, далеко не всегда панацея, и мы видим, что фактически 30-40, иногда даже больше процентов наших пациентов относятся к так называемым категориям нереспондеров. Недавнее исследование французских авторов показало, что как раз потенциальные нереспондеры, то есть те пациенты, кто не улучшит оксигенацию, кто не улучшит аэрацию в ответ на повышение ПТКВ, это те пациенты, у которых рекрутмент ведет к перераздуванию верхних отделов легких и не улучшает таким образом общее состояние, и напротив может даже провоцировать своеобразную бароволюмотравму. Мы видим явную гиперинфляцию верхних отделов. Так вот, как раз потенциальные нереспондеры, это те пациенты, у кого аэрация снижена преимущественно в нижних участках, а в верхних отделах аэрация нормальна. Таким образом, мы улучшаем аэрацию нижних отделов, но делаем хуже верхним отделам легких, и рекрутмент в конечном итоге оказывается не очень эффективным. А вот потенциальные респондеры, это те пациенты, у кого аэрация снижена диффузно. Это мы видим и по данным компьютерной томографии, и по данным электроэпиданческой томографии. На рентгенограмме грудной клетки это достаточно сложно бывает увидеть во многих ситуациях. И здесь у пациентов с исходно диффузным снижением аэрации рекрутмент оказывается наиболее эффективным, расправляет как задние, так и нижние участки легких и ведет к наиболее значимому повышению газообмена. Ну и безусловно, мы должны помнить о том, что механизмы гипотемии могут быть разные. Если, например, посмотреть на легкие экспериментальных животных, мы видим, что у тех пациентов, которые не отвечают на рекрутмент улучшением оксигенации, значимо сохраняется коллабирование легких, в том числе в ответ на проведение рекрутмента, и сохраняется отек. И вот наша недавняя работа, опубликованная в прошлом году, показала, что действительно у таких пациентов мы должны, у больных с ОРДС, мы должны дифференцировать различные механизмы гипотемии. Если у пациентов мы видим исходно признаки отека легких, если мы видим, что у них индекс несосудистой воды легких больше 10 мл на килограмм, то эффекта от рекрутмента, как правило, у таких пациентов немного. Мы видим, что прирост оксигенации, он фактически нулевой. И у таких пациентов в первую очередь нужно назначать диуретики, ограничивать гидробаланс для того, чтобы бороться с гипотемией. А вот если у пациента нет отека легких, если индекс несосудистой воды легких меньше 10 мл на килограмм, то эффект от рекрутмента значимый. То есть повышение оксигенации фактически больше, чем у 30% пациентов. Режим БИПАП, я уже говорил, используется достаточно часто. Режим ЭПРВ есть не на всех вентиляторах. И мы должны помнить, что если режим БИПАП может быть использован как при введении релаксантов, тогда, по сути дела, он очень скож со стандартным режимом вентиляции, контролируемого подавлением. То вот режим ЭПРВ, если мы его используем, то применять его надо только при наличии элементов спонтанного дыхания, когда больной уже начал поддыхивать. Иначе его применение будет, наверное, менее эффективно и не очень обоснованно. У режима ЭПРВ есть свои особенности. Он, наверное, немножко более сложный по сравнению с режимом БИПАП. Мы видим, что принцип установки верхнего предела давления в режиме ЭПРВ достаточно прост. То есть мы ставим верхний предел давления на уровне давления плата, если больной до этого вентилировался по объему, либо на уровне пикового давления, если больной вентилировался по давлению. Ну и тоже верхнее давление не должно превышать 35 см входного столба, исходя из рекомендаций по лечению ОРДС. А вот нижнее давление при режиме ЭПРВ ставится ноль. Почему? Казалось бы, это парадокс. Мы все знаем, что ПДКВ ноль опасно. Мы должны использовать ПДКВ 4-5 даже у большинства наших больных общих хирургического профиля для проведения ИВЛ. У больных с исходно-интактными легкими. Почему же здесь мы ставим в режиме ЭПРВ нулевой уровень нижнего давления? Наверное, ответ на вопрос дает сам принцип режима ЭПРВ. Это режим, резко выражена инверсия вдоха к выдоху. То есть ПДКВ у этого пациента есть, но оно создается за счет аутоевого компонента, за счет внутреннего ПДКВ. Ну и здесь этот компонент также мы можем регулировать. Специфика режима ЭПРВ то, что мы еще устанавливаем время верхнего давления и время нижнего давления. Чем этот режим отличается, например, от того же БИПАПа? И мы видим, что время верхнего давления, стартовое при переводе больного в режим ЭПРВ, оно рекомендовано 4-6 секунд. А вот время нижнего давления, оно может варьировать несколько ниже у больного при ОРДС, при реструктивной дыхательной недостаточности, и несколько выше до 1,5 секунд при обструктивной дыхательной недостаточности. То есть тот же принцип. Инверсия побольше при ОРДС, инверсия поменьше у больных с хобл. То же, что в принципе о чем уже сегодня звучало в предыдущих докладах. Но если посмотреть на результаты работ, которые сравнивают использование и режимов BIPAP, и режимов IPRV со стандартными режимами, мы видим, что по сравнению с объемной вентиляцией наблюдается значимое улучшение оксигенации. Фактически на 50-70% на большинстве этапах вентиляции больных с ОРДС оксигенация была лучше при использовании этих режимов по сравнению со стандартной объемной вентиляцией. Более того, результаты компьютерной томографии показали, что при ОРДС использование режима IPRV позволяет достоверно улучшить аэрацию легких по сравнению со стандартной вентиляцией по давлению. Мы видим консолидацию задненежных участков легких при вентиляции по давлению обычной, а здесь в режиме IPRV аэрация задненежных отделов легких гораздо лучше. Это связано как раз с гетерогенными вдохами, которые появляются при попытках спонтанного дыхания. Ну и я уже говорил, что очень важно использовать режим IPRV, когда уже у больного появились спонтанные подвдухи. Если мы используем IPRV без спонтанного дыхания, это будет тут же, по сути дела, режим с вентиляцией по давлению, только с большой инверсией. И мы видим, что без спонтанного дыхания также консолидация легких в задненежных участках легких выраженная, а при появлении спонтанных вдохов аэрация легких улучшается, как по данным КТ, так и по данным электроэпиднастной томографии. Здесь мы видим IPRV с элементами спонтанного дыхания, и аэрация выгодно отличается от стандартной вентиляции по давлению и от обычного режима CIPAP. У нас есть также свой не очень большой опыт использования этих режимов у пациентов с ОРДС. И вот в нашей работе, которую мы не так давно завершили по этому разделу респираторной поддержки при ОРДС, мы изначально проводили вентиляцию в режиме контролируемой по давлению и с теми параметрами, о которых вы уже сегодня говорили, которые позволяли избегать, обеспечить по О2 больше 70 и по О2 меньше 50 мм тутного столба. Ну и режимы IPRV, режим BIPAP мы используем в сочетании с рекрутментом, как в принципе это один из стандартных вариантов введения больных в СОРДС, который, кстати, вошел в концепцию открытых легких рекрутментов, вошли в недавние рекомендации 2013 года по лечению больных с абсиндуцированным ОРДС. И вот считали, что рекрутмент эффективен при росте на 15% и выше оксигенации. В этой работе мы использовали аппарат AVEA в ICIS, здесь одна из пациенток, у которой мы использовали рекрутмент с помощью этого аппарата. Но на самом деле режим IPRV включен сейчас и в многие другие респираторы экспертного класса. При установке, при использовании этого режима мы использовали как раз, которые были предложены ранее американскими авторами, ставили верхнее давление в резюме IPRV так же как пиковое, нижнее давление 0, почему мы об этом уже говорили, и начинали соотношение времени высокого давления к времени низкого давления, 4 к 1. И одно из преимуществ этого режима то, что он может использоваться что BIPAP, что IPRV в сочетании с поддержкой давления. И как раз уровень верхнего давления мы делали такой же, как соответственно уровень поддержки давления. То есть одновременно он при попытке спонтанного вдоха больной получал тот же объем, который позволял обеспечить уровень давления, характерный для верхнего предела. Постепенно, когда у больного появилось все больше спонтанных вдохов, мы увеличивали время верхнего давления и вплоть до соотношения времени верхнего к нижнему давлению, 30 к 1, то есть 4 к 1, 5 к 1, 6 к 10 к 1, 20 к 1, 30 к 1. То есть заканчивалось все уже, когда у больного буквально несколько вдохов в минуту аппаратных, а подавляющее большинство вдохов, они собственные, и короткие паузы для выдоха. И оценивали гемодинамику, оценивали газовый состав крови в этой работе. Мы видим, что это пациенты были с достаточно тяжелым респираторным бестресс-синдромом, то есть средний индекс оксигенации у них был меньше 150. У половины больных рекрутмент был эффективен, у половины больных, к сожалению, стойкого эффекта от рекрутмента 40 на 40 не наблюдалось, и у значительной пропорции пациентов в последующем снова возникала гипоксимия. То есть мы видим, что уровень индекса оксигенации составлял около 157 мм в трутном столбе при начале. И мы видим, как постепенно с применением режима IPRV в течение суток наблюдалось значимое улучшение индекса оксигенации, фактически тоже до 50% от исходного. Часто мы задаем вопрос, да, вентиляция с инверсия к дуку к выдоху, насколько она может оказаться негативной для гемодинамики. Она может влиять негативно на сердечный выброс, на артериальное давление, в силу тех факторов, о которых уже шла речь. Но вот в этой работе, учитывая то, что мы делали эти параметры плавно, меняли и делали это под контролем инвазивной мониторной гемодинамики, мы были достаточно спокойны, мы видим, что при использовании режима IPRV не было достоверных изменений ни сердечного индекса, ни среднего артериального давления, ни показателей волиметрических индекса глобального конечно-дисталлического объема и индекса несосудистой ВД легких. То есть вентиляция в режиме IPRV не оказывала выраженного существенного влияния на волиметрические показатели, и больные гемодинамически ее переносили достаточно неплохо. Также один из моментов, когда мы можем использовать режимы BIPAP и IPRV, когда больной, например, не очень хорошо гемодинамически переносит в крупном. Ну и безусловно, еще одна из сторон, где может быть использована вентиляция в режиме BIPAP и IPRV, это отлучение от респиратора больных с ОРДС и не только, фактически многие другие больные с гипоксимией. И здесь, проводя вентиляцию в режиме BIPAP, мы ориентируемся на те же параметры, когда можно отлучать пациента от респиратора, которые уже отчасти сегодня прозвучали. Мы видим, что мы стараемся снижать предел верхнего давления в дыхательных путях и приближать его к нижнему, когда уже у больного индекс эксигнации больше 250, когда пациент не требует высокого ПДКВ. На многих респираторах мы сейчас можем сразу на экране мониторировать индекс Тобина, то есть отношение частоты дыхания к дыхательному объему, если он меньше 100-105, это тоже сигнал к тому, что мы можем дальше идти по отлучению, по увеличению, по дальнейшему переходу к поддержке давления, по снижению аппаратной поддержки. Также на многих аппаратах экспертного класса, сейчас мы можем мониторировать у этих больных и окклюзионное давление за 100 миллисекунд выдоха, та же кнопочка «Специальная процедура», что для определения АУТ и ПДКВ, только другая опция. И если у пациента мы видим этот показатель меньше 3-4 сантиметров одного столба, то тоже это говорит о том, что является лишним аргументом в пользу дальнейшего движения по отлучению от респиратора. Ну и безусловно, отлучая пациента с использованием режимов БИПАП и ПРВ, мы должны помнить о том, что пациент должен быть адекватным неврологически, у него должны быть сохранены защитные рефлексы, и у пациента не должна нарастать инотропная возокрессорная поддержка, то есть пациент должен обладать достаточно стабильной гемодинамикой. Это возможно сейчас в принципе с использованием многих современных респираторов. Ну и безусловно, доклад Александр Александрович облегчил здесь мою задачу, вентилируя пациентов в режимах БИПАП и ПРВ, мы помним и о основных принципах синхронизации, и также, как и при использовании других режимов, мы используем трагирование пациентов по потоку, здесь тоже очень важно помнить о некоторых особенностях, я не знаю, как в вашей практике периодически доводится наблюдать, когда, например, дежурный доктор вентилирует пациента, начали отлучать пациента от вентилятора, смотришь, пациент вентилируется в режиме САМВ, частота дыхания 24, спонтанных вдохов фактически нет, и триггер по потоку стоит 3 литра в минуту. Это, кстати, одна из конструктивных особенностей 840-го пуритана, он сразу устанавливает 3 литра в минуту, и это очень неудобно, приходится каждый раз снижать до 1 литра в минуту, чтобы больной начал спонтанно подыхивать. Точно так же у пациентов с проблемами легкими важно как раз мониторировать и отдельно комплайнс легких, комплайнс грудной стенки, что как раз возможно с помощью тех технологий, о которых уже звучали, если есть возможность мониторировать давление в пищеводе и давление в трахе, мы можем рассчитать отдельно податливость легких и грудной стенки. И тогда, особенно у тучных пациентов, у больных с ригидной грудной стенкой, мы будем знать, что для этого пациента пиковое 30, оно для него не опасно, потому что с податливостью легких у него все нормально, а пиковое повышено за счет того, что у него ригидная грудная стенка. Это нужно не всем больным, но ряду проблемных пациентов, такая опция, которая также доступна на ряде аппаратов вывелоэкспертного класса, может оказаться полезной. Так же, как и оценка работы дыхания, и оценка активности диафрагмы, о которой сегодня тоже говорилось, с помощью диафрагмального триггера, воплощенного в систему НАВА. Как раз показано, как при попытках спонтанного движения диафрагмы за счет наличия специального зонда аппарат откликается и подает дыхательный объем в тот момент, когда начинает двигаться своя диафрагма. Ну и безусловно, у большинства пациентов в общей аниматологии мы можем использовать наиболее, наверное, простые и доказанные, эффективные способы отлучения от респиратора с Т-образным коннектором, с использованием режима поддержки давлением и использованием постоянного положительного давления в конце выдоха. Но у больных с ОРДС, к сожалению, далеко не всегда с помощью этих режимов мы можем сразу снять больного с вентилятора. Зачастую этот процесс затягивается на несколько дней. И вот как раз у больных с гипоксимией и ОРДС режимы БИПАП и ПРВ они очень хороши в качестве альтернативы стандартным режимам САМВ и поддержка давлением для того, чтобы отлучить такого пациента. Мы видим, что постепенно, если мы вентилируем такого пациента в режиме ИПРВ, в режиме БИПАП, то мы можем просто-напросто снижать верхний предел давления. То есть был, например, у пациента БИПАП верхнее давление 25, ПДКВ 7, потом 22,7, 27, 18,7. И в конечном итоге БИПАП превращается в СИПАП, когда верхнее давление сравнивается с нижним. И вот такой способ отлучения пациента от вентилятора с помощью режима БИПАП, он особенно хорош у больных с гипоксимией. Мы его достаточно широко используем в нашей практике не только у больных с ОРДС, но и у больных, например, после целого ряда обширных оперативных вмешательств. В заключение я хотел бы еще раз сказать, что вентиляция легких в режимах БИПАП и ПРВ, вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях, она достаточно клинически эффективна, она в большинстве случаев безопасна и вполне надежно может быть использована как альтернатива традиционным режимам вентиляции по давлению, по объему и для отлучения пациентов от респиратора, не только при ОРДС, но и при целом ряде других ситуаций. Я думаю, что используя эти режимы, вы напрямую увидите их преимущества, те, кто из вас еще их не применял, безусловно, увидите их преимущества и полюбите эти режимы, благо они сейчас возможны на подавляющем большинстве наших современных респираторов. Продолжение следует...